добрый вечер мои друзья и мои зрители сегодня 17 февраля 2015 года привет из киева столица украины я виктор фурсов научный сотрудник института зоологии академии наук украины и сейчас я в киеве в лаборатории и сегодня интересный вопрос для этой беседы для этой можно сказать передачи о науке осподрила меня на это татья или можно сказать как сейчас современно говорят блог на фейсбуке нашего коллеги и биолога физика кандидата физико-математических наук антона синенко у нас сегодня спор между лириками и физиками как какие-то шестидесятые годы а спор о чем вот у его блог который хочет также представить всем своим коллегам друзьям может быть даже в виде статьи называется наука это искусство придумают то чего еще нет а другая статья которая попалась мне это статья из газеты зеркало неделя за 13 декабря четырнадцатого года фундаментальная сорга или какая наука нужна украине владис владимира моисеенко доктора технических наук видите физики и лирики но я хочу сначала процитировать вам некоторые блоки и даже почитать их из фейсбука которую представил антон синенко его подход науки и поспорить с ним наука это искусство придумают то чего нет данная статья говорит автор нацеленная на идею для истины на независимой страны они банановые республики населенные хомячками использующие майонезенные устройства и технологии причем все хомячки как правило не понимают принцип работы устройству электричество у нее берется из розетки суть улучшений гаджетов увеличение размера экрана устроенная открывашка для пивасика и вот автор говорит прошу сразу посадить своего внутреннего критика если никогда в жизни не сталкивались настоящей фундаментальной наукой и прикладной наукой то вы уже ни в коей мере не имеете права рассуждать о серьезной роли ученых в жизни общества их финансирования ну сразу тут поспорю с автором что не все страны населены хомячками которые используют иносемные устройства и технологии для собственной выгоды но и чем почему бы им это не делать и так говорит автор наши ученые унижаясь про всех денег и среди обывателей становится популярен такой лозунг хороший ученый сам себя прокормит далее говорит автор да прокормит и уедет туда где этот корм есть а под этим лозунгом уже потеряли тысячи высокоспециализированных спецов которые работая западных лабораториях уже сделали не в одиночку конечно весомый вклад в разработку сенсорных экранов самсунгов и лжишек а также принимали активное участие в создании большого андроонного коллайдера еще при этом встает вопрос зачем об этом далее в статье и так конечно вам понятно что кто платит того изобретения то есть ученый может быть и наш но изобретение принадлежит стране или корпорации который поддержал этого ученого дала свет тепло воду оборудование с материалами реактивами удали автор приводит пример как было в случае жертвы новорожденного ссср сикорским игорем сикорский который свалил из питера в сша и соорудил там вертолет роль вертолета вот жизнь общества думаю объяснять не стоит так вот вкладывать деньги воспитать сикорского россия российская империя тогда еще 1918 году а вертолет навсегда принадлежит сша так вот примерно в такой аналогии думаете тогда а что же наши ученые вообще сделали за все эти годы ну потом позитивно говорит автор я отвечу они уехали работали сделали вклад в науку другой страны еще заработали хотя для них это было вторично поспорю здесь с автором и скажу во первых что сикорский не просто уехал из петербурга сша через мурманск сначала английским пароходом европу францию а потом уже сша уехал потому что стояла выбор жить или не жить его предупредили что лучше уехать потому что он был в расстрельных списках он спал свою жизнь и он спас свою идею идею летать в воздухе вертолетом эта идея осталась человечеству а не только сша вертолет не принадлежит сша он предложит лежит всему миру потом он был создан и вовсе усовершенствован самых разных стран но идея сикорского переехала плавно из россии в сша и там она была поддержана идем дальше как говорит автор патриотизм или его отсутствие тут ни при чем да будет вам сударь и судары не известно что финансирование всей науки в украине равняется финансированию средненькой лаборатории некой корпорации запада или финансирование университета той же европы согласен с этим что финансирование академии наук и всех академий наук украине маловато и на украину планировалось выделить не три процента как ранее при предыдущих президентах от 1 из 7 десятых процента ввп а может быть уже и меньше так что планируется все меньше и меньше вот здесь приводится финансирование вот для нашей академии дают 2 и 7 миллиарда гривен что составляло на момент написания статьи сто тридцать пять миллионов условных единиц а финансирование академии наук франции три с половиной три четыре десятых миллиарда евро из них предоставлено 6 2 и 6 десятых миллиарда французской государства остальное разнообразные европейские гранты и средства от частного сектора и количество сотрудников однако во франции и и украине почти одинаковое поэтому тезис как говорит еще раз автор с которым мы спорим где ваши нобелевские премии применив только под соусом утром деньги а вечером стулья да с этим конечно же и не поспоришь потому что финансирование у нас сейчас как говорится просто то что недостаточное а можно сказать отрицательное отрицательное что значит отрицательное то что приходится платить часто сотрудникам самостоятельно за свои командировки за свое оборудование или оборудование которое у них уже есть она уже исчисляется десятками лет или даже несколькими десятками лет а компьютеры в некоторых сотрудников например они устаревают не то что в течение года они уже устареет тоже может быть насчитывается и больше пяти лет и такие случаи самые обычные но это все мелочи и так продолжим нашего автора антона синенко так говорит он исходя из этого мы хотим видеть наши украинские изобретения на рынке высоких технологий мира это стоит очень дорого и под силу только богатым компаниям или державам с большой буквы если наша ученого не может поддержать промышленность или бизнес промышленность у нас развалена а бизнеса кроме купи продай почти нет то науку должно поддержать государство но к сожалению нашу отечественную науку за все эти годы просто гробили по уровню финансирования понятно конечно же но это дела прошлые глядя на то что на новый бюджет и продолжают также уничтожать денег уже не хватает на зарплаты а многие научные институты работают неполную неделю до великое множество хороших ребят говорит автор который со скольные школьные скамни грызли книги ломали серьезные приборы уже сейчас на подработках для запада это конечно был бы нонсенс поясню ставку ученого украине две двести четыре тысячи гривен основные института сконцентрированы в киеве и на эти деньги просто невозможно выживать согласен согласен конечно на эти смешные деньги разделив которые на курс 25 доллар жить становится все лучше и лучше но или немножко труднее или труднее да валит автор науку украине надо реформировать да можно использовать деньги эффективнее но что мы видим идет простое сокращение финансирования без каких-либо попыток реформ я не говорю о полноценном развитии на уровне мировых держав я говорю о зарплате которая хотя бы позволила сохранить базис фундамент остатков науки до лучших времен все ученые согласны что учиться ситуация стране тяжелая и я тоже согласен непростая но дальше автор говорит многие хомячки и в своих комментариях говорят не до науки я бы принял все эти комментарии если бы видел что уджали бюджет всего и всех если бы видел что вместе сокращением бюджета делается все для того чтобы наша наука через два пять лет вышла на мировые рынки рынке ничего не делается просто сокращают учителями ученых медиков все под лозунгом поднимем промышленность бизнес потом посмотрим говорит автор их если бы я видел что хотят поднять хотя бы бизнес а промышленность без науки не поднять конечно это утопия ну не поспоришь конечно же не поднять теряя один год мы отстаем на 10 лет на рынке технологий да да именно так теперь мы во многих образцах отстались каждым годом в каком-нибудь институте вымирает еще и еще одна научная группа выезжает например за пмж на бугор или просто люди уходят в другие сферы да есть такие примеры когда люди уходят совершенные сферы только что мы сегодня даже я говорил с таким человеком он сказал что вот физик штукатуром станет а вот штукатур физиком не станет никогда а разносчик пиццы зарабатывает больше чем физик ядерщик это наша страна туда плавно идет к тому что будет разносить пиццу в европе и все ну почему бы и нет в пиццу в европу разносить будешь получать больше чем физик ядерщик здесь но физик ядерщик еще здесь имеет благополучный доступ к интернету и может пользоваться читать литературу в онлайне и наслаждаться своими мыслями потому что он продолжает ту идею которая осталась ссср что наука это средство удовлетворение собственного любопытства а за любопытство как говорится денежки не надо платить поэтому вам платят чтобы вы только немножко удовлетворили свое любопытство а для жизнь вы потихонечку и так сэкономите что и люди потихоньку и экономят живут или как говорится немножко выживают итак переходим дальше к антону сененко вот он говорит вы должны понять одну суть именно в этом вопросе западу плевать на нас ему выгоднее забирать у нас умных людей продавать нам высокотехнологичное оборудование в обмен на продукты несложные прибамбасы эта теория рыночных отношений это бизнес у кого раз в идее технологии вот тот делает деньги тот побеждает войнах и эти деньги может свои защитить варит автор на западе страны понимаешь что наука и образование это фундамент государства убили то и другое через десятилетия два страна теряет технологическую независимость и уже поведение одного только клика ваша ракета самолета превращается в металлолом а за один iphone вы с каждым годом будете платить все больше и больше пшеницы конечно это немножко гиперболизация но суть понятна дальше автор говорит у нас есть шанс вырваться в хорошистые лет через 20 стать высокотехнологической страной типа южной кореи нынешние политики некоторые граждане считают что нам не до этого 20 лет это значит много займемся наукой лет через пять пока потерпим не займемся если вернуть тот фундамент что был уже понадобится 50 лет если вас не пугают эти сроки вы считаете что жить надо сейчас тогда подумайте о своих детях и а внуков какой стране они будут жить да дальше автор говорит эта статья ничего не в силах изменить денег больше не дадут я хочу вам сказать если кто-то и говорит что занимается наукой поклонитесь этому человеку в ноги не о себе на голю говорит автор мне плевать говорит автор на мнение окружающих соотечественников я давно для себя решил вернуться в украину и пытаться сделать что-то здесь далее автор говорит антон для меня важнее чтобы мои аспиранты на фоне унижения государством через низкую зарплату чувствовали себя нужными стране которые тяжело но пытаются вырваться из мрака но конечно я сейчас не скрываю что на западе им будет лучше никто не вправе ломит таланты нищету и угоду национальной гордости наука принадлежит человечеству посему если ученый говорит вам что вернулся оттуда сюда то не надо крутить у виска а надо сделать все чтобы помочь ему не передумать правильно говорит автор но с этим можно еще поспорить потому что у всех разные мнения на этот счет и я задумал